Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня наше волейбольное обозрение с вами и средняя школа номер 14, где занимается специальный спортивный класс с Дюшор Живтюжно-Полесе. Это самый юный специальный спортивный класс с Дюшор Мозорского нефтепрабатывающего завода Живтюжно-Полесе. Девчата только этой осенью пошли в пятый класс и по большому счету они начинающие спортсменки, но уже можно говорить о них как о будущих надеждах полесского волейбола, способных со временем пополнить даже профессиональную команду. Начал функционировать новый класс, пятый класс на базе школы номер 14. Конечно, мы с каждого класса хотим, я вижу, что подбор здесь в классе неплохой, поэтому, тем более, у них уже в конце учебного года будут соревнования республиканские детские и южной лиги, поэтому, конечно, будем смотреть, наблюдать, анализировать за их успеваемостью, ну и прилагать, у нас же схема отработана по всем классам, поэтому все налажено. Поэтому, конечно, сейчас очень важно, чтобы все наши звенья в этой цепи не упадали, потому что такая ситуация немножко сложная финансовая, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы все было в плане обеспечения, финансирования, потому что расходы там, где у нас классы, конечно, расходы очень большие, поэтому, конечно, без поддержки завода мы не сможем осуществлять технику подготовку, то есть в том объеме, как она требует. Не раз и не два Владимир Иванович в своих интервью подчеркивал, что без поддержки Мозорского нефтепрорабатывающего завода эта система, кстати, в таком объеме уникальной в нашей стране, функционировать не сможет. И честь и хвала нашему нефтяному гиганту мирового значения, что он не забывает про свою спортивную школу, в которой, кстати, занимается свыше 500 детей. Мы не пожалели, что наш ребенок пошел на волейбол, изначально мы все-таки сомневались, правильный мысли ли шаг сделали, но теперь мы уверены, достижение есть, у него получается все лучше и лучше. Конечно, это благодаря тренеру, но мы очень довольны. Немаловажно и то, что девочки весь день заняты делом, спортом, учебой. Они питаются здесь же, в своей школе. И во второй половине дня под руководством воспитателя, классного руководителя, выполняют домашние задания. Словом, чем не юные профессиональные спортсменки, не забывающие об учебе? Я спокойно за своего ребенка. Она находится в спортивном классе. Учеба у нас не ухудшилась, а что касается спорта, спорт формирует характер. Любопытно, что ждут мамы от своих дочерей? Успеха в большом спорте или просто физического развития, приобщения к здоровому образу жизни? Я хотела бы и того, и того, но пока я поддерживаю ее. Мы желаем им побед, самое главное. Причем, что в учебе, что в занятиях волейболом. За то небольшое время, что девочки занимаются волейболом, у них уже есть первые, причем заметные успехи. Она стала более спортивная, стала более активная, более смелая. Делится, очень нравится. Конечно, мы в восторге, и она в восторге от того, что она занимается волейболом. Интересно, как относится к спорту сама Вера Сергеевна? Любит ли она его? И, кстати, бывает ли на матчах чемпионата страны в Мозыре, когда своих соперников принимает джемчуж на полисе? Люблю спорт тоже. Постоянно смотрю по телевизору, пока как бы матчи не посещала волейбольные, но постоянно стараюсь следить за успехами нашей команды, нашей джемчужины Полесье. И волейбол дочь куда привела я? Я предложила, она согласилась, мы сходили на тренировку, нам очень понравилось. Вот мы продолжаем дальше заниматься. Интересно, изменилось ли что-то в жизни в распорядке дня у девочки, а значит и у ее семьи в связи с началом занятия волейболом? Конечно, поменялся распорядок дня и, естественно, и сама учеба, сам процесс учебы. Каждый день ребенок приходит, рассказывает что-то новое. Я даю какие-то советы. Довольны ли родители тренерско-преподавательским составом этого специального спортивного класса? Конечно, все учителя просто великолепные в педагогии, тренерам очень довольны. Всегда можно с ней пообщаться, найти какие-то, решить какие-то вопросы. Всем довольны. Дабы у вас, уважаемые телезрители, не создалось впечатление, что тренировки этого специального спортивного класса посещают только мамы, предлагаем вам интервью папы, у которого мы поинтересовались. Не разочаровался ли он в волейболе? По-прежнему ли ему и его дочери нравится это интересное, но и такое нелегкое дело – спорт? Нет, не разочаровался. Наоборот, это мне нравится. Дочка бежа сидит в интернете. Ну и стала более подвижной. Днями проводит в здоровом коллективе. Над атмосферой здорового коллектива нужно много работать, как тренеру, так и классному руководителю, с которым нашим жемчужинкам, кажется, повезло. Согласно постановлению Министерства образования, дети для успешного сочетания учебно-тренировочного момента и образовательного созданы группы продленного дня. Я являюсь непосредственно воспитателем. Цель этих групп продленного дня состоит в том, чтобы дети успешно осваивали образовательную программу. Там дети на самоподготовке, выполняют домашние задания, то есть я им оказываю всякую помощь. Они достигают хороших результатов. Приходят домой с выполненным домашним заданием, остается отдыхать после тренировки. А вот довольны ли своими воспитанницами Анжелика Вацлавовна? Все ли идеи удается воплотить в жизнь? Я очень довольна. У меня уже как бы был опыт. Я хочу сказать, что кандидаты отобраны очень хорошие. Они имеют высокий балл не только в спорте, но и в учебе. Хорошие отзывы мы получаем от преподавателей-предметников. Коллектив состоялся, можно сказать, полностью на данный момент времени. Сами девчата очень соскучились. Как нам кажется, по волейбольному мячу и новый учебный год они встретились с радостью. И не в последнюю очередь благодаря тому, что их класс не простой, а специализированный в области спорта – волейбола. Я с радостью встретила, потому что хорошо начала учиться, чем в четвертом классе. И начала хорошо заниматься. У меня все получается. Из волейбольных элементов самая любимая у Софии – прием мяча. Нижний прием. И вот технику этого действия нам сейчас София и расскажет. Надо ушки поставить в нижнем приеме, присесть, поставить немного левую ногу вперед и тебе набрасывать мяч, и ты его должен тренировать. Не устают ли девочки от тренировок? Не хочется ли им пропустить одно-два занятия? Нет, мне нравится заниматься, и я готова была заниматься каждый день, даже по выходным. Следующая наша собеседница рассказала нам о ходе тренировки. Мы пришли на тренировку и начали разминаться, бегать. Поразминались, потом начали заниматься нижним приемом, верхним, подачей. Есть ли любимые волейбольные элементы у Насти? Что в этой игре она умеет лучше всего? Я умею подавать, но это не получается. Но нижний прием и верхний. Технику нижнего приема мы уже узнали. Теперь очередь за таким важным элементом, как подача. Надо присесть, набросить мячик, чтобы он был не за головой, вот был вот ровно, чтобы ты его видел. Потом напрячь кисть и ударить в центр мяча. Как вы сами понимаете, это техника подачи на начальном этапе обучения, какой сейчас и проходит жемчужинке. Возможно, в будущем звезды мирового волейбола. Кстати, успевают ли девчата добиваться успеха сразу в двух хипостасях – в спорте и учебе? Не устают ли они от большой нагрузки? Я на тренировках не устаю и все нормально успеваю. Нравится ли наша улыбчивая собеседница в этом классе? Сдружилась ли она с другими юными спортсменками? Да, мне очень нравится. Тут хорошие учителя и много у меня подруг. Ждут ли жемчужинки своих первых в жизни соревнований? Я очень жду соревнований, я очень хочу победить. Вот так, с улыбкой, с прекрасным настроением нашей героини стремительно мчаться навстречу спортивному совершенствованию, навстречу победам. Мы уже больше умеем подавать разных подач. Лучше подаем, уже хорошо падаем. Все верно. Падать в волейболе тоже нужно правильно, мягко, не травмируясь. Да и вообще волейболу нужно отдавать всего себя, все силы, всю душу. И тогда эта игра вознаградит мастерством, особым чувством мяча, собственным стилем. Да, люблю, потому что мне нравится эта игра, я хочу тренироваться, стать лучшей. Этот класс уже второй в карьере Юлии Константиновны Корнеевой, которая начинала свою работу с девочками 2000 года рождения. Теперь вот все приходится начинать заново. Но тем и прекрасен тренерский путь, что в нем можно переживать несколько жизней вместе со своими командами. Ну, в сентябре собрали спортивный класс пятый, в четырнадцатой школе. В основном девочка 2006 года рождения, есть пару девочек 2005 года рождения. В этом году уже мы вступаем в соревновательный такой процесс. У нас уже в ноябре начинается детская лига по нашему возрасту. Ну, работаем мы, скажем так, плотно с августа. Мы ездили в лагерь «Чонковский бор». Сейчас с сентября начинаем работу здесь, по месту. Готовимся к детской лиге. Ну что же, будем пристально следить за этим специальным спортивным классом средней школы номер 14, который под руководством своего тренера все непременно добьется успехов. Причем успехов значительных. Кстати, волейбольная команда из этой же школы, только другого специального спортивного класса, девятого, под руководством Петра Владимировича Пархимчика и Владимира Николаевича Коноплевича, заняла третье место на представительном международном турнире в Липецке, возрастной группе не старше 2002 года рождения. В компании 14 команд наша «Жемчужина» выглядела достойно и завоевала бронзовые медали, что можно считать хорошим результатом. А особенно, если учитывать отсутствие травмированной Дарьи Бурак, ключевой волейболистки этой команды. Ну и, наконец, чемпионат Беларуси, который стартует уже на этой неделе. В первом туре, который у большинства команд пройдет 15-16 октября, встречаются. Минчанка, Коммунальник, Могилев, Атлан, Барановичи, Прибужья, Брест. Ну и, наконец, чемпионат Беларуси, который стартует уже на этой неделе. В первом туре, который у большинства команд пройдет 15-16 октября, встречаются. Минчанка, Коммунальник, Могилев, Атлан, Барановичи, Прибужья, Брест. Ну и, наконец, наша «Жемчужная Полесья» игрок Минчанки, которая в этот раз именуется «Коммунальник». Начало матча и в субботу в 16 часов, в воскресенье в 12 часов дня. В этом году в высшей лиге группы А шесть команд, которые на первом этапе дважды сыграют друг с другом, по разу дома и в гостях, но напоминаю, что раз – это тур, который включает в себя два поединка. После четыре лучшие команды сыграют четыре тура по круговой системе, и последний тур пройдет на площадке команды, занявшая по итогам первого этапа первое место. Важное замечание – очки, которые эти четыре команды набрали в играх между собой на первом этапе чемпионата, сохраняются. Ну а третий этап включает в себя две серии. За третье место, куда попадает команда, занявшая третье и четвертое места на втором этапе. И финальное, где, как вы понимаете, будут две лучшие команды по итогам второго этапа. Третий этап продлится до трех побед одной из команд. И наша «Жемчужная Полесья». Впрочем, подождем старта перенства, до которого осталось совсем немного времени. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. Верим, что есть дюшер «Жемчужная Полесья». И профессиональная волейбольная команда в этом году установит рекорд, быть может, даже республиканского значения. Ждем от вас, что вы будете переживать за наши команды со всем энтузиазмом. Переживать по-доброму, поддерживать наши коллективы. И с вами был Евгений Монрахович, Вячеслав Пересыпкин. И волейбольное обозрение. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова